МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнём с того, что и мужчины, и женщины разные есть. И нужно, в принципе, понимать, что модные определенные типажи мужчин и женщин, это не всегда совпадает с тем, что человеку действительно нужно. И хотелось бы отдельно отметить, что у женщин традиционно отводится достаточно пассивная роль в привлечении мужчины. То есть она должна в идеале сидеть в высокой башне и каким-то определенным образом дать понять мужчину, что вот её нужно прийти, спасти, ну или не спасти, просто прийти. О, это самый принц на белом коне. Принцами тоже у нас не рождаются, и они не всегда могут прочесть по поведению женщины, по её внешнему виду, готова она к отношениям или нет, и какой у неё характер, какие у неё особенности, чего она хочет, как бы лёгких каких-то отношений или, может быть, семьи с детьми и так далее. И здесь, конечно, всё очень... Внешний вид, он должен быть содержать такие в себе знаки того, какая вы, и честно так сообщать, да, чего вы хотите. То есть вы хотите действительно детей, или вы хотите просто там партнёрство, например, заниматься бизнесом в это время. Или вам хочется очень острых ощущений, каких-то путешествий. Вот. Для этого определённые стилистические приёмы есть. Так вот, как же, да, соответствовать взглядам мужчин? Нужно, во-первых, конечно, разобраться с собой, да, то есть какой у вас характер, дерзкий или очень романтичный, или, может быть, ктоомно-сексуальный какой-нибудь такой, а может быть, очень строгий, сухой. То есть все женщины нравятся, каждому типажу женщины есть типаж мужчины, который подходит. И нужно подчеркнуть это в своём образе, самые лучшие качества, которые вы хотите выделить. И я, например, в своей работе с клиентками использую систему женских архетипов, которая была разработана психологом Джинной Шинода Болен в Америке. И там есть 8 моделей женского поведения, и под эти 8 моделей женского поведения соответствует определённый образ. Например, это, может быть, девочка-пацанка, если брать такие юные архетипы, это Артемида, которая бегает, соревнуется с парнями, залазит на заборы. Либо это девочка-романтическая девушка, это архетип Персифоны. Она такая нежная, тихая, у неё, может быть, даже иногда позиция жертвы, что её нужно спасти как раз. Она ходит в романтичных платьях, запинается. И такой типичный образ — это Белла Свон из «В сумерек». То есть она всё время падала, запиналась, и её нужно было спасать каждую минуту фильма. У нас есть сейчас фотографии, для того, чтобы мы наглядный пример могли представить нашим зрительницам, давайте вот на примере фотографии вы расскажете, какой, наверное, тип соответствует кому и чему. Ну, тут, конечно, не все представлены архетипы, которые есть, но, в принципе, можно так попарно их разбить. Например, образ леди и образ пацанки. Очень часто девушка, у неё такой озорной очень характер, но ей, допустим, общественность, какой-то родители, или, может быть, друзья, или её круг окружения прививает идею, что нужно быть леди. И вот она одевается, как леди, она там в шляпе, она вся ухоженная, очень красивая. Но она встречается с молодым человеком, и в какой-то момент любовь и так далее, она расслабляется и начинает, например, кидаться снежками ему в лицо. Или «А давай кто быстрее что-нибудь больше?» Ну, какие-то соревновательные эффекты вносит, моменты. И вот это может вызвать конфликты. Потому что если молодой человек, грубо говоря, повёлся на её образ вот этой леди, именно это его привлекало, то он может не понять вот эти все вещи, связанные с соперничеством. Девушке так себя вести нельзя. С другой стороны, есть мужчины, которые очень сильно любят вот таких озорных пацанок, и им просто для души радость вместе с ними соревноваться, спорить о чём-нибудь, даже о том, не знаю, кто быстрее что-то найдёт в интернете, ну, даже в таких мелочах. Полина, а уточните, пожалуйста, вот такой момент. Дело в том, что очень часто женщине хочется быть разной. Вот мы говорим, да, есть вот такие, ну, даже вот четыре архетипа мы сейчас перечислили. Да, пацанка, романтичная, деловая. Ну, вот, к примеру, три, да. А если я на работе деловая, да, но мне хочется прийти иногда с друзьями, расслабиться, я превращаюсь в пацанку, да, а потом я вечером сажусь к книжке, или вот как-то попадая в такой лирический момент, я романтичная. Можно ли сочетать это всё? И тогда вот не будет ли вот этого смешения, опять же, не дадим ли мы противоположному полу ошибочного представления о себе? Ну, нужно понимать, да, где мы с этим противоположным полом общаемся, потому что если это коллеги по работе, ну, тут нужно понимать, может быть, конфликт какой-то, да, интересов, вы хотите быть там директором крупного холдинга, тракторы продавать, или вы всё-таки хотите привлекать своих коллег. Просто, ну, возможно, нужно разделить как-то, да, эту тему. И, например, на работе ходить в строгом деловом костюме, там, очень серьёзно, с зализанными волосами, очень серьёзной женщиной будет сухой. А, ну, на свидание там или в те местах, где вы знакомитесь, мужчины уже более романтичных платьях. Более того, даже общаясь с мужчинами, всё равно будет ваш опыт работы, ваша деловая охватка, она будет чувствоваться. Поэтому я всегда советую такие моменты как бы нюансами добивать. То есть это может быть платье-футляр, но оно будет подчёркивать фигуру, оно каким-то образом будет именно эту сексуальность скрыто и в очень приличном виде демонстрировать. То есть это будет уже не очень такая открытая девушка, не такая, ах, там я такая вся чувствована романтичная. Это будет смесь делового и вот этой вот романтики. А дома, ну, дома мягкий уютный плед, и там есть архетип действия, медитирующей женщины. И завернулся, сидишь, читаешь себе, да. Ну, скажем, в костюме вы точно не почитаете дома книжку. Совершенно верно. Вот как можно измениться, да, с помощью правильно подобранного гардероба, прически и макияжа, мы покажем на примере модели. Я приглашаю сейчас к нам в студию Софью Мерингуш. Софья, проходите, пожалуйста. Полина, расскажите, вот вы составили этот образ, какой тип он представляет, да, и что в нём основное? Этот образ представляет, ну, скажем, тут смесь тоже, то есть чистых образов практически не бывает, но в целом я бы сказала, что это образ либо афины, деловой женщины, но тоже не в строгом деловом виде, а как раз в сексуальном варианте, то есть такое проявление сексуальности и силы, либо образ жены, Геры, то есть это тоже очень женственный образ, но при этом очень приличный, то есть никакого декольте, никакого мини, ничего такого, но при этом фигура всё чётко читается, что это очень, женщина очень, как бы, женственная. У нас здесь что? Во-первых, светлое платье. Светлое платье – это такая вещь в гардеробе, которая сразу говорит о том, что, конечно, фактура у него должна быть хорошая, это не может быть какое-то плохо сшитое светлое платье для того, чтобы создать образ именно шикарный, статусный. Просто если у вас белое платье, вы будете его очень часто стирать и, скорее всего, отдавать в химчистку. Это уже признак того, что у вас есть возможности после каждой носки, после каждого дня в химчистку отдавать. Плюс здесь у нас очень хорошая фактура – оригинальный крой. У нас вот изогнутые линии, рельефные швы, очень необычные плечи. Кстати, подчёркнутая линия плеча, она говорит о том, что женщина сильная, она акцентирует как бы волевую часть. У нас очень изящно показана шея. Вот этот воротник, он хорошо шея говорит. Шея, ну, она именно такой эстетический момент, то есть у нас ни декольте, ни грудь, ни на талии акцент, ни на ногах, а вот именно на той части, которая скрытый такой романтизм, скрытая как бы сексуальность. Жемчуг. Жемчуг всегда у нас про статусность идёт речь. Опять же, если это не жемчуг, усеянный со всех сторон стразами и так далее, то есть просто чисто жемчуг. Гладкая прическа, шишку, обранные волосы. Вообще, в принципе, если мы говорим про какие-то деловые, либо очень такие, ну, как бы, серьёзные переговоры там, или какие-то серьёзные встречи, то лохматость, она вот то, что хорошо для творческих каких-то или там креативных вариантов, она здесь неприемлема. Нужно всегда волосы убирать, либо хотя бы, если они распущены, чтобы они были гладкие, прямо очень гладкие. И в макияже у нас идёт акцент на глаза. Глаза и брови – это тоже как бы воля, интеллект. То есть если мы сделаем акцент на губы, это уже будет прочувственность и эротизм. Ну и туфли, конечно, лодочки. То есть никаких тракторных подошв для того, чтобы создать образ именно такой элегантный и аристократичный немножечко. Я сейчас предлагаю тогда Софье отправиться примерять ещё один образ. К нам в студию пришла модель Софья уже во втором образе, но как раз для дополнения вот этого второго варианта нам помогает сейчас сделать прическу и макияж визажист Анна Ситканова. Мы девушек пока оставляем работать, да, и вот хотелось бы ещё обратиться к фотографиям. Мы рассмотрели два варианта, два типа. Давайте обратимся ещё к остальным двум. Вторая пара фотографий, она демонстрирует офисный стиль. И та, и та, и верхняя, и нижняя. Они различаются тем, что в верхнем варианте у нас очень строгий стиль. То есть это женщина деловая, у неё собраны волосы, у неё как бы очень хорошая чёткая линия рубашки и жакета. А во втором варианте волосы распущенные, у нас очень глубокое декольте чрезмерно, волосы кудрявые, на блузке у нас рюшки присутствуют. То есть в принципе и в том, и в том можно ходить в офис, но мы этим очень разное будем впечатление создавать. И по-разному воздействовать и на клиентов, и, конечно же, на мужчин. В первом варианте не подразумевается никакая сексуальность вообще. То есть у нас просто женский пол, просто как бы по молчанию присутствует, и всё, без намёка. Это подчёркивание деловых качеств. Во втором варианте у нас, да, я как бы в офисе, да, я работаю, но я такая вся очень чувственная, подчёркивается чувственность, подчёркивается сексуальность в таком не сильно выраженном варианте, с кудрями, вот рюшками, декольте. Нужно смотреть, что вы хотите действительно. Вы хотите всё-таки эффективно работать, демонстрировать свои качества характера, свой интеллект, либо всё-таки демонстрировать свою сексуальность, романтичность И намекать, намекать, намекать. А на что намекает тот образ, который сейчас примерила на себя Софья и который еще и завершает сейчас Анна? У нас здесь образ более дерзкий, более чувственный. В принципе, да, это очень интересный момент, что оба платья футляры. Они примерно одинаковые длины, примерно, ну, то есть у них степень открытости рук очень похожа. Но здесь мы видим разрез спереди и декольте небольшое. То есть вы можете прийти в один и тот же магазин и выбрать в этом магазине совершенно два разных платья. Оба платья, например, из магазина Ло. И здесь у нас за счет молнии, за счет яркого красного цвета у нас добавляется такая активная энергия. То есть у нас нет такой сдержанности или изысканности, которая была в прошлом варианте. Активность, некоторая степень дерзкости, волосы распущенные, которые тоже, они там непокорные, непослушные, трепятся на ветру. То есть определенная такая вот молодежность, молодежная энергия. Из обуви у нас на модели очень модные в этим летом босоножки на тракторной подошве. Создают бунтарский образ и на контрасте при этом все равно подчеркивает тонкую изысканность ног. Потому что ботинки такие грубые, да, а ноги очень изящные. Что в первом, да, вот таком образе, ну, я бы сказала, да, немного женственно-классическом, да, что во втором такой, как мы сказали, неформальном. А каких мужчин можно привлечь? Ну, в первом варианте, если мы говорим, да, вот про такой сдержанный образ, то понятно, что мужчины, которым важен вот эта вот статусность и отсутствие каких-то вещей непрогнозируемых от женщины, да, то есть возможность договориться, объяснить, то есть какая-то степень партнерства. Но при этом это явно не женщина, которая все берет на себя и все сама тащит. Это очень элегантная такая статусная леди, очень с достоинством. Вот. И, соответственно, скорее всего, да, как бы к этому образу идеально будет рядом смотреться мужчина тоже с высоким статусом, чувствующий свое достоинство, уважающий эту женщину, потому что к такой женщине нельзя относиться без уважения. То есть это, по большому счету, образ первой леди. Вот. Соответственно, мужчина должен быть, ну, примерно президентом. Замечательно. А второй образ? В этом варианте, ну, более молодой мужчина, мужчина, которому еще нужны вот эти острые ощущения. Девушка этим образом показывает, что она, в принципе, может выносить мозг, она может проявлять, ну, как бы, стервозный характер, она добавляет очень сильную остроту в отношениях. Если мы говорим даже про вот этих разных женщин, мы даже ожидаем, что у них будет разный тембр голоса, разные движения, разные интересы жизненные. То есть эта девушка, возможно, любит ходить в клубы, крутить там романы, танцевать. А та девушка, скорее всего, в первом варианте любит ходить в картинные галереи и общаться с сильными мира всего. В общем, главное понять, что ты сама хочешь, да, и что ты ждешь от того мужчины, которого ты хочешь, чтобы был с тобой рядом. Давайте, наверное, спросим еще, вот мне интересное ощущение, Софья, расскажи вот как раз о том, что ты на себя примерила два образа, как у тебя больше подходит? Мне больше подходит второй образ, мне более комфортно в нем, удобно. Я люблю красную помаду, она очень подчеркивает мои глаза. А изменилось ли у тебя ощущение, то есть посадка, осанка, джесты какие-то? Заметно было от переодевания? Да, вот во втором образе я могу там махнуть головой, распушить волосами, а в первом образе мне как-то прям приглажена я, прям по стойке смирно. Вот хотелось бы сейчас, спасибо, Софья, хотелось бы спросить у Полины, вот таким завершающим, наверное, финальным итогом нашего сегодняшнего и мастер-класса, и беседы. Вот для чего, помимо привлечения, да, это наша главная задача, но тем не менее, помимо привлечения мужчин, для чего нужно знать себя и правильно создавать свой образ? Ну, вообще самопознание, самокопание – это интересная вещь сама в себе, да, по факту. И я вот не очень люблю психоанализ и самообразные вот эти вот копания, потому что это достаточно болезненно. Мне очень нравятся все проявления вот этой арт-терапии, да, и для меня вот работа с имиджем, работа с одеждой и с женскими архетипами – это такая тоже арт-терапия, потому что не обязательно знать, из-за чего там у тебя какие-то проблемы. Можно просто переодеться и таким образом эти проблемы решить. То есть это все, ну, такие достаточно стандартные средства работы. То есть можно живописью, можно вот одеждой и макияжем. Мне нравится, как вот Эвелина Хромченко говорит, да, что я предпочитаю женщине сказать, как переодеться, а свою жизнь она изменить сама. Отлично. Я пользуюсь тем же самым принципом. Спасибо. Спасибо вам огромное, девушки. Я хочу обратиться еще тоже к нашим зрительницам и сказать о том, что мы теперь знаем, как с помощью своего образа привлечь подходящего мужчину. Но не забывайте о том, что все-таки помимо внешности важно еще наше внутреннее содержание. Всего доброго и до встречи в городе женщин. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...